я не знаю открывай пивасик откроешь нет сегодня тебя не смущает мохнатка ну пока ты не ты чеши и мне в лицо нет не смущает я больше смущает этот свет как будто ты на допросе сша как такое получилось что ты итальянский чемпионат смотри даже полное дно вообще сейчас это уже далеко не помнит но когда умер милан тот самый когда умерлацию умерла рома спасибо проекта сайт man utd.1 привет друзья с вами миша и меня в гостях очень странный человек так так случилось что он мой друг его зовут саша и он главный болельщик лацию в сия посоветского пространства естественно крупный крупнейший специалист по серии а и мы сегодня поговорим о том как так случилось что я форме интера идет ли она мне и пацаны которые ушли из манчестер юнайтед кто-то как мхитарян и златан некими транзитами да и дармян больше не перебивай ладно все-таки старше тебя на полтора года во франкула тестом и кацей ты ступи кацей кацей твой отец кстати научил меня я это вырежу как так получилось что они во первых таким десантом что за что за такой тренд уходить из-за мию в италию и как так получилось что эшли янг лукаку хитарян и в общем-то ребята даже люди забыты абсолютно богом вроде дармиана раскрылись играют и кайфуют от футбола в общем ребятки сейчас обо всем поговорим по порядочку прежде чем начнем ребят пару слов о генеральном спонсоре выпуска букмекерской компании париматч которая теперь заработала на новой высокотехнологичной платформе тут помимо футбола куча других крутых спортивных событий от хоккея до юфси огромное число всевозможных турниров и конечно все совершенно легально переходите по ссылке в описании проходите регистрацию и получайте бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет главное не забывайте пройти верификацию до конца чтобы получить максимальный бонус процесс регистрации несложный но он важен еще и для того чтобы вы подходили к игре ответственно а компания работала легально ну а я соответственно получал столь необходимую поддержку так что жмите по ссылке и получаете удовольствие от игры а чё чё пьем сегодня я тебе специально по случаю вашего недавнего фиаско с эвертоном принес итальянского пивка перроны на стру азуро итальяна куалита супериори на ваш перевести за папу карлу выпьем можно четко есть можно же почему белая этикета безалкогольная что биро перроне италия нормальный акцент дал пацана суша почему а почему этой еврейская звезда давида здесь не изображена шестиугольная рома жнилацию ты знал что в лацию молодежки пацан подымается про правнук муссолини почему-то я не удивлен что ты за них болеешь александр и где он играет справа они же ультраправые все а ты теперь представь сколько семенной жидкости прольется если пацан в основе в дерби забьет победный побежит к трибуне и от салютует как его прадед ребят я почти обещаю что этот человек у нас на подкасте последний раз так что потерпите немножко кстати пивко нормально с горчинкой как ты любишь как перед велись и пил топа за пиво в девяностые вот такой же горькая как и все 90 как матч с эвертоном да пошел ты давай может начнем оставим на закуску человека который ушел из земли и теперь играет выдавал в лацию легенда самый легендарный всего списка человек начнем наверное с интера по что он колоссальный десант не с рома же начнем да у меня же какие-то принципы должны быть жизни я напомню у болельщиков лацию какие-то принципы в жизни да есть в общем эшли янг ну то нибудь вас капитана начать но не будем прямо сильно долго все-таки это эшли янг но вот в мю он был вот во первых ну никто не отдавал им должного что человек жизни поменял позицию будучи очень сексуальную позицию будучи очень возрастным да он спахивал всю бровку сторону но все старания шли янга они просто разбивались о стену непонимания в команде и его навесы в общем вызывали ярую ненавистью болельщиков мю и что же с ним случилось в италии до того пока с ним случилось в италии не просто случилось то что он постарел и юнайтед не был готов ему предлагать двухлетний контракт с окладом в общем условию по условиям что говорят в этих ситуациях и в это время подвернулся интер и как сам сам эшли янг сказал что как только он узнал про вариант сразу сказал что вылетаем там чуть ли не первым рейсом где надо подписать то есть он реально понимал что в его возрасте это последний серьезный контракт последний серьезный клуб который готов него поверить и я так понимаю тут лично конте фактор конте сыграл у них вроде как была травма колена укладывала сама у интер и надо было закрывать эту позицию и вот на это все это что подготовился что ли прежде чем что прийти я почитал чуток просто на досуге когда ты меня вызвал из них небытия и поставил свет который при допросе до кома для тебя ситуация ну и в общем ты считаю что я пишу янг он в целом парень и шли янг ну ты учти что еще для италии 35 32 36 40 это вообще не возраст у ребят только начинается коста курта только подавал надежда 46 столько в юношескую команду милана только его перевели в 50 только подняли в основную там в мальдинии там 49 аж ты не ты плохо подготовил вот и понятно что для италии возраст это как мы сейчас уже на примере огромного количества игроков увидели что возраст это вообще не не главное в италии в этом сезоне он провел уже 24 матча то есть как бы шли основной футболисты я попадал на несколько матчей литара моста вставку однозначно конты делает на него ставку и вообще команда четко собирается под конты интер собирается и не случайно конта истерит в случае чего наезжает на свое руководство если его там чуть-чуть не обеспечили нужными игроками то есть понятно что все игроки о которых мы будем сейчас говорить касательно интера это личная просьба личное пожелание антонио конты то есть если вы в свое время конты вместо челси пришел в мю ну по крайней мере по лукаку точно была информация что он хотел его в челси крайне мере то челси не стал чемпионом ну это как вуду карта ляжет легла бы александр владеет несколькими неизвестными афоризмами древнеримским древне златы давай выпьем за эшли и пойдем дальше коротко может сказать про дармиана потому что в мю он тут тоже самая ситуация конты я так понимаю что это по работе с адзури идет до футболочку ничего ты умеешься красить себя во всякие цвета вот дармен это чисто идея конты по работе с адзури закрывал он ему все проблемы работяга ну и в принципе видно что он банк он конты закрывал потому перекрывал потому она оставили да и соответственно сейчас тоже он и погоду не портит и играть добротно то есть то что терение тренер от него хочет он ему дает эти эти характеристики в интернете все троллят конты что у него незамысловатый футбол что он очень он ты очень не гибкий тренер ну может быть это и вот как раз все все эти трансферы как раз это нормальные рабочие лошадки до янки и дармен сто процентов которые не могут показать чего то то есть не могут уже достигли своего уровня выше которого они не могут прыгнуть и соответственно удивлять публику будучи высокими профессионалами людьми функциями тактически обученными за это их и ценит тренер блестящий блестящий у нас есть еще например алекси санчес но это но это вообще то есть но песня это в любое время суток вот болельщиками его так вот разбуди в три часа ночи от из кола лумпура скажи самый неудачный трансфер и мю за всю историю он скажет алекси санчес я недавно прочитал что этот ненормальный своему агенту после первой тренировки сказал можно вернуться в арсенал да он в инстаграме написал огромный пост на эту тему что он просто охренел от того насколько это не его иди ты на тренировки правильно сказали кто-то потроллил же что лучше всего он играл на пианино в ролике но рекламном ролике по случаю своего периода то есть за манчестер и на лет он лучше всего сыграл на пианино там пару клавиш на таков интере че в интере он неплохо начал в основном себя проявил как ассистент но сейчас травмы травмы и травмы опять же травмы и вот я смотрел его статистика конечно в этом сезоне не сильно хорошая не сильно хороша поэтому санчес а к этому был хорош наверно в арсенале хорош да все на этом закончится позвони этому эксперту которую типа арсеналу консультировал посмотришь он скажет твой брат слушай ну но при этом но при этом он он там играет есть я подумал что у игра вроде нет кадрового кризиса у них эриксон скамейки он не основной во первых основная пара форвардов у конты это лукаку лаутару и соответственно чилиц когда здоров когда может выйти и какую-то работу проделать голов я так понял что много там не было и скорее всего и не будет какая судьба его ждет дальнейшем я не думаю что долго вот при своей своей травматичность я не думаю что он долго в интере протянет да и пошел нахер мое такое сугубо экспертное мнение по воле арис это был его тоже по последний шанс его как и у янга реанимировать карьеру продолжить продлить ее на на высочайшем уровне все таки это лига чемпионов лига европы финал лиги европы но скорее всего пошел такой самый самый наверно громкий из всех персонажей это недопонятый гигант лукаку которые меня руки вас ты знал прикол я сегодня прочитал что оказывается маленький ослик это не просто не обзывательство а в англии так называет технически слабо оснащенных футболистов и златан его троллил там у них был спор если ты знаешь ну ты расскажешь ты же болельщики на это что-то на там бабки ему за любую техническую обработку мяча он ему там обещал дети мити чуть-чуть отслюняюсь у них такой был спор я кстати этот их батл смотрел в прямом эфире мне было очень больно на это смотреть но подожди подожди давай так да сейчас ближе ближе к телу вернемся мне очень мне очень нравилось в лукаку что сугубо командный футболист он он гораздо лучше решили марсиале понимал когда нужно отдавать пас как его нужно отдавать ну то что сейчас делать на при руковании но при этом как сам как тип как типаж форварда он не подошел сульшеру сульшер от него избавился еще там все это происходило с микроконфликтом подожди амаури не он играл ну как по в меру своего использовала испорченности он или статистика у него была прямо у линия ну в самый лучший свой сезон он забил где-то под 30 вдов вполне ну да ну такой что был один сезон и вот последний сезон он он выдался он слабее был в общем в общем то говоря что что лукаку что ибрагима чит это скорее под мауриньо такой мощный форвард и очень много было хейта в общем-то англия его как-то вытеснила и там какие-то неиспользованные моменты знаешь как бывает форвард форварду то есть один и два форварда могут одни и те же моменты запарывать при этом одного будут обсирать фанаты а другого бесконечно любить есть такое есть такое его не приняли потому что он черный что в интере случилось в интере случилось то что во первых его посадили на какую-то там жесткую диету и он сразу сбросил три килограмма для конты диеты очень важны я напомню итальянская кухня она очень там очень кстати интересная кстати когда готовился к тебе прочитал что у них там готовился к мне ты помылся и из этой всей когорты ребят которые ушли в интер он больше всех дает интервью 1 давал интервью относительно своего прошлого united и была даже такая тема что якобы он их переманивал в интер и говорил что в интере в отличие от мю нет клановости я не знаю какая клановость там у вас была в юнайт помню что в италии клановости так и такой вообще понятия не существует вот и в юнайтед у него была клановость а интер якобы для него это единая семья и когда он переманил санчеса янга санчеса янга армияна армияна нахер переманил вот они даже не знакомы мне кажется я тоже уверен что не знаком до сих пор да и вот он он больше всех разговаривал давал интервью по поводу и на что его там не ценили что вот он то свой уровень и он показывает сейчас и тогда показывал но это не признали ему было очень обидно больно от этого что он ходит в топ-5 нападающих ну в общем парень в принципе не только балаболит но и вот и статистику зачитал и делаем показ в прошлом сезоне 34 гола 6 асистов 51 матч если бы он свои ворота финале не забил бы конечно я очень расстроился от момент меня прям больно за него было честно да он был что на несколько четыре дня просто с низким не разговаривал вот поэтому лукаку из всей из всей вот этой банды который пришла он конечно максимальном позитиве он молодой парень у него все впереди тренер его он комфортно себя чувствует давай красивый то за можешь сказать за ромчика я не знаю африканских касательно интера если можно подвести такую общую общий знаменатель это есть тренерская задумка ребята все классно вошли классно себя чувствуют кто туда доигрывает последние последние годы последние контракты своих будет играть кто-то на подъеме и все случае с янгом будет вообще доживать ему 80 сколько лет и что касается вот конкретно лукаку то он будет играть и все зависит теперь от судьбы конты и тех результатов которые тандем у них химия между ними вообще без вопросов все классно поэтому вот вот так когда сейчас будем говорить про рому мне доставить армянский коньяк или не будем мешать за самого лучшего из армян да давай пивком хорошо ну давай волны сам разговаривая игре романа не так много смотрю сейчас это я прикалываюсь конечно нет никакой дикой я же не тифозе в конце концов но генрих я например смотрел недавнюю игру их с ювентусом он в этой игре был не сильно заметен он играл слева какие в игре с лацио когда мы их полностью урыли и ушатали без шансов то есть у генриха все вроде как то есть он по голам по крайней мере у него поперло в роме но гол плюс пас у него шикарная статистика тот же самый ну генрих это отдельный отдельный разговор в том плане что он очень сильно зависит от психологии то есть для него очень важно важен тренер для него очень в этом сезоне один из голов 10 ассистов . статистика надо теперь грешным делом на засуге сравнить с топовой статистикой в руси и посмотреть на каком уровне опять же да он возрастной но уже говорили в италии возраст это общение не показатель прошлый сезон 9 это учитывая что он все-таки травма травматичный парень и не играет все игры от звонка до звонка но при этом сачек нам приехал в 27 лет да сейчас соответственно ему там уже 30 я тебе говорю это 32 ему генрих это вот он мальчик 3 извини ты как раз хотел статистику бундеслиги сезон 15 16 23 гола 32 ассист ну это полный сезон что сезоне закончен навряд ли он набьет на пасе более ассистом у него гол плюс пас больше чем пятьдесят два матча вообще это больше чем один ну я просто на шару 15 16 ввел ну возможно тогда надо сравнивать с вашим первым сезоном в общем генрих это чувак который сильно зависит от психологии для него очень важно попасть на своего тренера 11 плюс 5 первый сезон за нас а сейчас как в роне что-то похоже 9-6 бутерс я бы не сказал что сезон в юнайт от у него провальный случился то понимаешь в чем дело дело же не только в цифрах мы ждали нам нам нужен после ухода руни нам нужен был чай какой-то некий плеймейкер мы понимаем что вот у нас там есть и злата нос но нам не хватало нам не хватало именно креативно футболиста после ухода вот какой-то определенной плеяды и генрих начал было вверх он завел красивые мячи этим очень сильно подкупал но когда но когда у мауринию повысились требования когда нужно сказать стало понятно что этот человек должен как как сейчас играет бруно да он должен быть везде абсолютно должен покрывать своим телом все поле махитарян это не эту как мне кажется просто я сам с очень многими говорил там армянскими друзьями все естественно все все ненавидят мауринию все исключительно обвиняют только мауринию да что касается конфликта с ним и какой-то тоже по моему в интервью красави тоже на это намекнул что я делал все что мог я приходил раньше всех уходил позже всех то есть безусловно он делал что он шоссел я делал все что мог но не слог не срослось да даже я еще должен был сделать что этому человеку показать и доказать свою профпригодность махитарян рассказывал как какие-то вообще там были глупые случаи на тренировках вдруг там мауринию могут и язву его сторону отпустить ну как в общем это это фактор мауринию человеческий здесь базара нет если говорить чисто о футболе из того просто что я видел своими глазами во-первых махитарян плохо играл под высоким прессингом и но он он не вытягивал такой большой объем это это не тот это не человек магнит это не это не человек бруно а нам почему сейчас так-то кайфуем от бруно по что мы наконец-то получили вот эту миссию долгождам и мы ждали миссию от человека с веща ну да пришествие второго криштиану вот как бы да то есть гендрих нет конечно он нет и потому что вот я тебе говорю вот он зависит 11 10 в этом сезоне от тренера он зависит от тренера и он очень сильно подвержен давлению которую на нему оказывать неважно среда игра тренер и первое что сделал то когда он перешел в баруси у него что же не получался на по психологическим психологическим моментом на него давил сумма трансфера и ему помог клоп что он дал ему будет книжку почитать и немножко разгрузил его мысленно и после этого у него пошло то есть после такого пацана как клоп прийти к мауринию вот и он сломался сейчас фонсека бывший бывший шахтеровец шахтер играет в принципе при всех коучах приблизительно в один и тот же футбол футбол который подходит генриху италия страна которая подходит генриху возраст оптимальный для этой страны он раскрылся ему дали нужную позицию на поле и все он будет играть сколько вот сейчас недавно пошла информация о том что вроде клуб активировал право продления его контракта часто минур айола скорее всего будет крутить финти что выбить наверное это также для него возможно тоже последний крупный контракт в топ клубе для генриха после этого пожалуйста зенит и все остальные ребята выстроиться то есть это та же самая ситуация он попал на своего тренера попал свою среду попал в психологически комфортную команду и показывает результат генриху желаем естественному удачки и пока ты рассказываешь про криса смолинга я пойду за догон кто такой крис моллинг с косичками опять черный крис моллинг иди сам расскажи про этого криса смолинга да да конечно тогда я все вполне детально разложил и можем про криса смолинга вы оставить в покое его и не возвращаться к нему я долгать за майка смолинга до интер милан милан по поводу этого мальчика который вот этой форме ходит это на десерт смотри вот диогу дало очень очень качественный правозащитник и но у нас он не сказать что что-то было не так благодаря дало то мы прошли в свое время пассажири то есть на его счету легендарный гол но естественно он ну как бы там какой конкуренции речка там такой человек как бисака и в общем то оказалось что в милане вполне себе пригодна мало времени еще прошло по мне и мало и у него игрового времени и просто мало времени прошло до конца мне лично непонятно чего он милане хочет чего в милане от него хотят смотри свою статистику а кстати про пассажир из ты сказал и я вспомнил что готовясь к твоему допросу 17 матч в этом сезоне я не думаю что они все в основе так что продал от это что я не знаю ничего я не могу сказать то же самое зачем я тебя позвал ну а ты же пиво принес принципе ты уже заплатил я уже заплатил в общем-то да вот играет я очень за него рад если те нет ничего подробно что про него сказать то уходи да давай про каратиста поговорим каратист уходил не напрямую в милан уходил он вроде как все думали после серьезной ужаснейший травмы которую получил у вас в лиге европы когда его колено там чуть ли не но сама правила тогда в обратную сторону отъехал и соответственно когда он уезжал млс все думали что эстонская то ничего ты его любишь конечно с хинкали тот раз не прошло ты херачил его вот помню хочется хинкали сходим one eternity later все думали что что короля больше нет что лев уже все свое отжил но появился на горизонте проблемный милан и миссия пришел и навел порядок милан лидирует по многому благодаря игре каратиста и я бы сказал что вот мы игроков бывших юнайтед сейчас вспоминаем и брони один из бывших ваших игроков это вы один из бывших клубов выборы вот я бы так сказал это правда и парень делает разницу будет конечно замечательная история просто в волшебной истории если милан в этом году возьмет скудету на фоне проблемного ювентуса который уже так как показывает последние игры далеко избавляется от своих проблем и выходит на тропу побед на фоне на поле на фоне интера которого пока тоже непонятно вроде как шатает милана есть неплохие шансы забрать себе скудета это будет поистине красиво поэтому за ибру конечно за ибру отдельно но братан у нас остался в принципе десерт у нас остался человек который играет за лацию андре из перейро самый загадочный из всех персонажей перешедших из м.ю. в итальянские клубы чем вы нам его продали если все деньги есть у нашего покупать его в аренде хотя бы в аренде я надеюсь вы зачем покупали перри нету вера ушел в аренду хотя в аренде где у нас деньги блинов зиму платить за еще вам за него издеваетесь что чё перейр это перейр не кстати неплохая статистика в последнем туре ассист отдал на пустые ворота вышел на замену где он он тихо на какой позиции играющего я его наблюдал на позиции поле второго нападающего то ли разыгрывающего луиса альберту луис альбертова в современном лацио это мозг это мотор это генератор идей также есть еще второй нападающих уакин коре и и вот матча где выходил на основе как правило подменял вторую играл вторым нападающим вот что что дальше по нему будет пока непонятно стуколом уже забил ассист уже отдал учитывая то небольшое количество игрового времени которые мусим он идет индаги отводит неплохая статистика чего дальше будет конечно он по уровню креатива по уровню работоспособности и по уровню даже пока понимание того как играет современный лацию современную лацию это входит в топ клубов по топку контратакующих клубов и какова роль андреаса в этой схеме воли андреас я тебе говорю если это если это роль луиса альберта то конечно с ней не справляется никто влацию не справляется с ролью луиса альберта из того что я видел пока он не понимает пока он у себя не показывает есть у симона заги есть четкий выбор на каждую позицию для тебя очень плохие новости александр вызовы не забирайте его назад мне ты сказал что он не показывает и не покажет отправьте его куда-нибудь шеффилд может на органы шеффилд ребят пишите в комментариях как вы думаете кого еще мы сплавим в италию и какова судьба криса смолинга ну я благодарю александра за этот очень занимательный разговор александр заканчивай все пошли ребята постой подожди надо ребят поблагодарить уже наших друзей из man you т.д. так это в жизни не все так происходит легко сказал парень форме интро благодарит вам друзей маню т.д. что-то сунду про оставься пацанам тогда макрой поляну позови ребят пушка сядут закусы выход я день рождения скоро ребята поддерживайте наших друзей из man you to the . one не забывайте про наши социальные сети ты посещаешь наш социальные сети если что наши ссылки там внизу в описании ребят подписывайтесь ставь лайк никогда не отчасти мы интер майами с вами был саша с вами был миша пока вы а 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 Редактор субтитров А.Семкин